Здравствуйте! Я сейчас попробую поговорить о проблеме радиоактивных отходов. Дело в том, что замечательная отрасль, ядерная энергетика, энергетика ядерного деления, реакторы деления наши, урановые, с добавочкой плутония, они производят радиоактивные отходы. Радиоактивные отходы бывают, скажем так, двух видов. Ну, не двух видов, они состоят из двух составляющих. Первая составляющая – это материал продукта деления, осколки ядер. Это очень нехорошие продукты деления, они содержат ядра, которые очень сильно перегружены нейтронами, они у них там лишние, им надо постоянно распадаться, 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 делиться, или наоборот недогружены. То есть они лежат далеко от дорожки бета-стабильных изотопов. Это есть такой вот набор нейтрона и протона в этом ядре. Вот когда они в самый аккурат, для каждого, скажем так сказать, номера, то есть для каждого количества протонов это свой аккурат, это ядро нерадиоактивно. Если слишком много протонов, оно будет испускать позитроны. Если слишком много нейтронов, будет испускать электроны. Это будет называться бета-плюс или бета-минус радиоактивность. Ну, соответственно, при этих переходах будет выделяться и гамма-излучение, потому что ядра будут в возбужденном состоянии образовываться. И вот эта вот адская смесь, она очень мощная по нагреву. Ну, можно, собственно, эту дозу определить просто на... Что такое доза? Это вот количество энергии, поглощённой, значит, в килограмме вещества. Вот. Количество в джоулях, да? Так вот эта вот мощность, этой поглощённой дозы, она меняется со временем в этих вот продуктах деления. Она где-нибудь за 100 лет ослабевает в тысячу раз. Вот 100 лет это полежат отходы, они ослабеют в тысячу раз. Ну, даже и за 10 лет происходит, в общем-то, существенный спад суммарной активности. Самые горячие, самые короткоживущие всё-таки уже переживают свои распады. А вот что делать дальше? Вообще говоря, есть две концепции. Одна концепция называется концепция разомкнутого цикла. Когда это топливо, значит, его охлаждают. Дают ему остыть. Вот эти прям тепловыделяющие сборки, они герметичные, то есть наружу не выходят вот эти вот изотопы нехорошие, только радиоактивность вылетает, только тепло выходит. Их заливают свинцом и где-нибудь хоронить далеко-далеко в пещерах. Под землёй, так что вот... Ну, это надо понимать, что это будет лежать миллионы лет. Миллионы лет? Ну, сотни тысяч, по крайней мере. Но несколько веков она ещё будет продолжать всё равно быть радиоактивным, и его так вот в обиход не внесёшь. Что делать? Ну, есть, в принципе, разные выходы. Чтобы не хоронить, просто можно всё это дело измельчить, смешать, отстекловать. Там вот, чтобы... Это будет радиоактивная порода, но в меру радиоактивная такая, чтобы до уровня радиоактивности обычных минералов свести, да, обычных пород. Ну, это как-то метод не очень популярный, потому что, ну, понимаете, я вас умоляю, при вот этих вот радиоактивных превращениях, и вообще говоря, значит, эти элементы, рассеянные в окружающей среде, могут где-то накапливаться, концентрироваться. Вот именно так образуются природные месторождения. Вы знаете, что... Ну, вот такой вот простой пример мне в голову пришёл. Месторождение рассыпного золота, да? Они вот... Течёт река, несёт с собой песочек, в том числе крупинки золота, и в каком-то месте, значит, тихая заводь в реке, так сказать, она медленное течение, тут золото оседает, и образуется такая на дне, как сказать, линза, как говорят геологи, песчаные линзы, богатые этим самым золотом. Ну, а представьте, если это будет оседать там какой-нибудь радиоактивный элемент, или он где-нибудь в результате какой-нибудь химической реакции где-то будет накапливаться, образовывать какой-то минерал. Ну, это нехорошо. То есть, надо что-то с ними делать, избавляться. Другой вариант – это так называемый разомкнутый цикл. Вот в последнее время вынужденно по нему идёт наша российская атомная промышленность. Значит, нужно сказать, что среди вот этих вот продуктов, радиоактивных отходов, в них есть не только продукты деления, но у которых, в общем-то говоря, особого смысла у них, радости в них особой нет. Нет, ну, можно выделять отдельные химические вещества, которые можно использовать в качестве радиоактивных изотопов, там, ну, в медицинских целях, в целях, так сказать, измерения толщины пород, плотности там и так далее. Всякие такие вот есть радиоактивные, радиационные толщиномеры, влажностномеры, вот такие вот вещи. Вот. Ну, вот как-то так, вот как-то в таком вот ключе тут можно, конечно, поступить. Но, интересный момент, получается, имеет место быть. Значит, там ещё есть отходы, это изотопы плутония и разные, так сказать, там, актиниды радиоактивные, тоже тяжёлые, это семейство урана, актиния, которые, в принципе, можно извлекать и использовать повторно в ядерном процессе. Ну, скажем, плутония добавлять в топливо, разной его смеси изотопов, не путайте. Этот плутоний, который там вот оттуда можно изымать, это не оружейный плутоний, из него атомную бомбу не сделаешь. Потому что он слишком горячий, да. Его ещё иногда называют красная ртуть, потому что он так сильно нагрет, что вот готов расплавиться, да, уже вот такой вот докрасна нагретый металл, вот когда вот смесь этих изотопов, которые в реакторе образовались. Изотопов в плутоне. Вот. И получается такая вещь, что после извлечения всего, что оттуда есть смысл извлечь, ну, вот как сравнить? Вот есть у нас такое понятие, атомный реактор, вот как работающий, ну, на всю катушку, на полную мощность, как положено. Вот атомный реактор мощностью 1 миллион киловатт электрической мощности, то есть атомная электростанция мощностью 1 миллион киловатт. Атомный реактор у него тепловая мощность, естественно, больше. Он в год производит, так в среднем в год, да, понятно, что это не каждый год меняет топливо, производит при идеальной химической переработке, при отделении всего, что только можно, такого путного, что, ну, быстро радиоактивность спадёт, можно как-то использовать, ну, где-нибудь 20, может быть, 50 килограммов урана, то есть отходов радиоактивных, от которых, вот, не знаешь, как избавиться. Но это если хорошо переработать. Хорошо при хорошо. Хорошо, ах, прям как раз хорошо. Так хорошо, что, в общем-то говоря, ну, подумаешь, 50 килограммов, ну, правда, в масштабах страны это уже не 50 килограммов, это несколько тонн, но всё равно подумаешь несколько тонн в масштабах страны. Может быть, это вот небольшие контейнеры разложить, залить свинцом, упаковать в бетон и где-нибудь там глубоко под землёй оставить, да? Ну, может быть, может быть, это не так глупо, не так глупо. Но есть такая идея, избавиться от них навек, вывести в космическое пространство. И вот тут начинаются маленькие проблемы. Первая проблема начинается со старта. Вы знаете, что не каждая ракета долетает до, как не каждая птица долетает, редкая птица долетает до середины Днепра, как говорил Гоголь. Так вот, значит, не каждая ракета покидает проделы атмосферы. Некоторые из них, значит, падают, взрываются, не выходят на орбиту и быстро очень снижаются, падают. Да, вот как с ним быть? Ну, вообще, на этот случай есть такая система на наших космических ракетах, называется система спасания. Да, вот она, вообще-то говоря, придумана для пилотируемых полётов, там, где вот нельзя допустить гибель экипажа. Она несколько раз уже использовалась вот в реальной обстановке, при реальных авариях. Причём одна даже была прям авария. Прямо на взлёте, вот чуть ли не со старта стола она была унесена, эта капсула с космонавтами. Да, в принципе говоря, так же примерно можно и отправлять капсулы с, значит, радиоактивными отходами. Так, снабдить их системой спасения, да? Ну, капсула, вот как-то так, как-то так. Какие-то такие вот мысли-то есть. А что дальше делать? Ну, что, оставлять на орбите? Ну, я вас умоляю. На орбите, ну, сколько там просуществует, есть разные орбиты, разное время будут существовать, но миллион лет они там не просуществуют, и потом, ну, что там, столкнётся с кем-нибудь, кто-нибудь, какой-нибудь метеорит разрушит, так не годится. Что делать? Ну, есть смысл такой, вот говорят, давайте сбросим на Солнце. Чтобы сбросить на Солнце, надо практически компенсировать скорость движения нашей планеты. То есть надо вот относительно нашей Земли снабдить космический аппарат, да придать ему скорость порядка 30 км в секунду. Если же мы хотим вывести на очень дальнюю орбиту, типа с периодом обращения, что-нибудь тысячу лет, вот, какую-нибудь такую вот, то тогда потребуется скорость там километров 15-17 в секунду. Ну, вообще сумасшедшие скорости, правда? То есть сколько надо топлива потратить, чтобы вывезти. Ну, правда, есть некое, значит, спасение. Вы, наверное, слышали про так называемые ионные двигатели или плазменные двигатели. Собственно говоря, в обычном двигателе у нас, что, значит, сгорает топливо, ну, получается нагретое рабочее тело. Рабочее тело можно нагреть не только путём, значит, сжигания топлива, но и пропуская его через атомный реактор, значит, с газовым теплоносителем, получается, атомный реактор с газовым охлаждением. Такого рода реактивные двигатели в своё время разрабатывались, испытывались и в Соединённых Штатах, и у нас. И, как вы знаете, есть аналогичные системы, которые используются на вот этой вот крылатой ракете. Ну, это воздушный реактивный двигатель, но, тем не менее, там тоже продувается вот этот вот воздух. Значит, воздух там, видимо, продувается через активную зону реактора. Вот. Ну, эти все случаи, они не очень удачны, потому что, так или иначе, температура этой нагретого рабочего тела ограничивается термостойкостью конструкции. Ну, это первые тысячи кельвинов. Первые тысячи кельвинов. Соответственно, это ограничивает их внутреннюю энергию газа, и всю эту внутреннюю энергию, в принципе, можно превратить в энергию кинетического движения, и вот назад его отбросить. Когда вы отбрасываете, вы от него отталкиваетесь, да? Когда вы отбрасываете этот расширяющийся газ, он у вас тут в двигателе, есть такое сопло, или, как некоторые говорят, сопло, в нём происходит расширение, и вот он толкает вперёд, космический аппарат. Вот. Ну, это огромный расход топлива. Это совершенно нереально такие скорости получать легко. Это нелегко, такую скорость получить на таком двигателе. Есть другой выход. Очень большие скорости стечения, которые получаются нетрадиционным методом, вот с этой точки зрения, типа ускорения плазмы, ускорения электрическим полем, электромагнитное ускорение. Вот. Вот это другое дело. Их называют ионные двигатели или плазменные двигатели. Они будут обладать небольшой тягой, потому что большого расхода вещества сразу, единичного в секунду, получить нельзя, но зато скорость большая, да? Помните такое есть слово «импульс»? П на В. Масса на скорость. И если вот это вот П на В, масса на скорость, вы разделите на время, за которое вы это дело отбросили, вот этот вот импульс, вы получите силу, да? Килограмма метров в секунду в квадрате. Это будут ньютоны. Вот. Достигайте там что-нибудь там 30 тысяч, я не знаю, метров в секунду в скорости стечения. Наверное, это реалистично на таком двигателе получить. 30 тысяч в секунду, килограмм выбрасываете. О, 3 тонны будет тяга-то. Тяга будет 3 тонны. Но это неплохая тяга. Неплохая тяга. Ну, можно даже ограничиться, так сказать, и меньшим расходом, то есть, меньшей тягой, и всё равно, значит, будет ускоряться объект в космосе. И потихонечку, помаленечку вы его выведете далеко-далеко. А что делать дальше-то? А вот дальше опять то же самое. Рассеять. Рассеять в межпланетном пространстве. Или даже сказать, межзвёздном, это же далеко всё происходит от планеты Земля. Ну, так рассеять её, чтобы, может быть, с помощью того же самого ионного двигателя, так, чтобы концентрация этого вещества была бы не больше, чем концентрация, значит, атомов водорода, межзвёздной среды, а в основном водород. Вот. Не больше, чем эта концентрация, то есть, сколько-нибудь единичек, там, на кубический сантиметр. И, значит, доза, которая будет сопровождающая излучение, ну, чтобы было меньше, чем доза от космических лучей. Вот и всё, собственно говоря. Тут на Земле надо сравнивать с излучением горных пород, до этого уровня снижать, и причём иметь риск, что это будет накопление происходить, обогащение. Вот, да? Вот даже, вот, например, на Чукотке, мне рассказывали, вот есть отвалы, которые получились при добыче золота. И вот, значит, прошёл дождь, значит, замёрзло, оттаяло, замёрзло, оттаяло, и вода вниз проходит, и вот в нижних слоях накапливается некоторая повышенная концентрация золота. И вот местные жители, старатели занимаются вот добычей вот этого золота у подножия отвалов, да? Вот там оно, значит, такой природный, в общем-то говоря, процесс обогащения, да, золота происходит. Ну вот, вот как-то так вот это всё представляется. Такая вот концепция. Понятно, что она очень рискованная, и, я бы сказал, фантастическая. Правда, в последнее время появились идеи про атомный буксир. Атомный буксир в космосе, ядерный реактор, который там, значит, производит энергию. А эту энергию можно использовать вот для работы некого, значит, ионного двигателя, да? А потом это будут распылять эти отходы там. Ну, идея хорошая, я думаю, что до неё руки-то не дойдут всё равно, потому что, ну что, несколько тонн высокоактивных отходов, если уж до такой степени переработать, ну, чтобы не захоронить-то на планете Земля в год несколько тонн. Это же все страны, ведь. Где-нибудь утопят где-нибудь в Ледовитом океане, и забудут. И забудут. И всё. Вот такие вот дела. Ну, так немножко грустно в конце, так как сначала начиналось всё весело, сейчас выведем в космос. Да, может на Солнце сбросать. Ну, там, во-первых, скорость нужна больше, то есть больше работы двигателя потребуется. Но, как вам сказать? Ну, вот представляете, летит она к Солнцу, вот эта капсула, да? Так или иначе, Солнце будет её нагревать. Капсула, так или иначе, не долетев до Солнца, наверняка разрушится. А что будет дальше с этими радиоактивными отходами? Они ведь начнут встречаться вот с этой, как и называется-то, солнечной короны, да? Это поток вещества, идущего от Солнца, да? Солнечный ветер. Сумеет ли вот эти обломки капсулы его преодолеть? Или эти частички солнечного ветра увлекут за собой радиоактивный материал? Ну да, они, в принципе, его разбросают по всей Солнечной системе. Может быть, это тоже самое будет, да? Ну да. Да то, сколько будет слухов, сколько будет протестов. Опять вызвали солнечную бурю. Ну, пойди, объясни, да, зелёным-то? Опять загадили космос. Опять Солнце всё испортится. Так и Солнце взорвётся. Да, вот это вот надо учитывать. Вот это вот горлопанов, которые будут горлопанить. Страшное дело. Вот. Ладно, знаете, мне ещё, от чего грустно-то в конце передачи? Мне всегда бывает грустно, потому что мне надо просить у вас денег. Мне как-то неудобно немножко. И грустновато. Там живое на ваше подаяние. Из-за ковида сейчас уж я без нигде не работаю больше, не преподаю. Ну, вот так вот вам рассказывать о легенде и сказке, о легенде и предании. Да, и прошу за это денег. Внизу у меня есть номер сбербанкской карточки. Номер счёта в Сбербанке. Есть ссылочка, по которой, пройдя, вы можете в PayPal зайти. А, нет, не в PayPal, а в Donation Alerts. Donation Alerts. По другой ссылочке может стать спонсором моего канала. Есть ещё замечательная ссылка. Значит, Яндекс.Деньги. Киви-кошелёк. Кошелёк ВКонтакте. Это для россиян. Теперь Яндекс.Деньги, по-моему, называется U-Money. Ну, и Donation Alerts. Да, это для всех. И для иностранцев, и для наших. А PayPal это только вот иностранцы могут жертвовать, по-моему. Да, вот такие вот дела. Ну, спасибо. Надеюсь, что вы мне что-нибудь пришлёте. Не помру. Я, может, с голода ещё что-нибудь вам расскажу. Но помру. Пообойдётесь без меня. Пока.